Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, мне кажется, этот обзор трендов будет наиболее интересным. Мы посмотрим очень много новых коллекций, ну и также увидим, что же нам предлагают на распродажах. Распродажи в этом сезоне не очень активные, скидки не очень большие, по всей видимости, затяжной кризис. Обращала бы я внимание вот на подобную обувь, выглядит она достаточно стандартно, наверняка будем носить и в следующем сезоне. То есть это некое подобие Челси на тракторной подошве, нечто среднее между классической обувью и достаточно новыми тенденциями, которые были предложены. Белые брюки, конечно же, стоит купить. Их в Италии очень любят и носят в любом сезоне. Пальто я бы ставила на яркого цвета пальто и также макси длину. Если вдруг на распродажах именно такие пальто вам попадутся, то, наверное, тоже стоит к ним присмотреться. Сегодня мы подобное пальто увидим. Балетки совершенно точно стали остроносами. В новых коллекциях преобладают все-таки классические балетки, но с острым носом. Мы увидим подобные прежде всего в Тотс. Тотс считается маркой, которая выпускает большое количество красивых балеток. Они традиционно ценятся и они предложили тоже остроносые балетки, к тому же украшенные цепями. Посмотрите, какая интересная стилизация в витрине не магазина Максмара, пальто Максмара наподобие Тедди. Очень узкий рукав выглядывает из-под объемного пальто. Пальто скроено как Тедди, но все-таки это другой вариант, выпущенный в годовщине. Мы его увидим также и в витрине Максмара и посмотрим, что там его нам предлагают совершенно иначе носить. Если у вас объемная одежда, объемный пуховик, когда это возможно, показывайте узкий рукав нижнего слоя. То есть свитер должен облегать и тогда сам образ станет более утонченным, более тонким. Кстати, точно так же работает высокое горло на свитере водолазки. Но горло должно быть опять же обтягивающим, высокий воротник, то есть не объемный, а именно облегающий. Новая коллекция Луиза Спаньоли. Посмотрите, очень много ярких цветов. Традиционные для этой марки пальто длины середины бедра, она их из сезона в сезон выпускает. Традиционные также пуховики облегающие, которые смотрятся как жакет. На самом деле нам Луиза Спаньоли на протяжении последних сезонов и предлагает подобные пуховики носить как жакет. Конечно же, с белыми брюками. Очень много полоски. Скорее всего, полоска будет преобладать черно-белая. Но посмотрите, в данном случае это просто полоска классическая бело-синяя. Брюки укороченные, но обратите внимание на посадку. Посадка средняя, то есть мы не носим в этом году предложенные подиумом низкую посадку. Отвороты на джинсах, да, появились, но мне кажется, они мало кого будут украшать. И, соответственно, эти джинсы пойдут на распродажу, то есть они не будут раскуплены. Очень интересный образ. Снова полоска. Джинсы темные, образ контрастный. И верх у нас светлый за счет пальто также. Золотая фурнитура по-прежнему преобладает, но и серебряная появилась. Я зашла в магазин Луиза Спанёли, чтобы примерить джинсы, которые я показывала на витрине. Они существуют в двух вариантах. Черный деним и классический синий. И они отличаются тем, что у них есть пуговицы очень красивые. Каково было мое удивление, что эти пуговицы настолько широко расставлены, что полнят, добавляют ненужного объема. Перед нами витрины другого магазина. Я показала спущенный носок плюс обувь. Посмотрите, очень часто мы встречаем белую рубашку плюс худи. Воротничок видно, рукав также видно. На самом деле, очень красивый прием. Попробуйте его. Это витрины магазина Макс и Ко. Предыдущие витрины – это коллекция, которая пошла на скидку. А это уже новая коллекция. Она очень яркая. Из сезона в сезон. Традиционно Макс и Ко, а также Макс Мара и Прада предлагают нам носок плюс лоферы. Это для нас не новость, но в этом сезоне очень многие марки предложили носок плюс весенняя обувь. Мне очень понравилась объемная сумка. Они также появились у Макс Мара. То есть это объемные кладчи, которые слегка похожи на подушку. Но мне понравился снова прием. Хочу его вам показать. Под пальто такого же цвета пуховик либо пуховая жилетка. Очень интересный образ. Посмотрите на него. Он очень красивый. Внимание за счет яркой сумки. Здесь немного сбивают с толка яркий стул, на котором сидит манекен. Но для восприятия этого образа попробуйте убрать яркую сумку и такого же цвета стул. И вы увидите, насколько скучным будет образ. Он очень будет похож на тот предыдущий, который мы видели у Луиза Спаньоли. И он гораздо ярче смотрится. Интереснее смотрится за счет яркой сумки. По поводу яркого аксессуара. Я убеждена, что если в основном комплекте не более трех цветов, сумка яркая может быть любой фактурой, любого цвета. Ее не нужно совмещать и, скажем так, подгонять под весь образ. Более того, яркий и фактурный может быть не только сумка, но также и обувь. Обувь и сумка между собой при этом тоже могут не сочетаться. И здесь также важно, что вообще, когда мы используем не более трех цветов в ансамбле, то есть в нашей одежде, то есть речь идет именно об ансамбле, из одежды аксессуары, это ремень, пояс, платок, обувь и перчатки, они могут быть абсолютно любыми по цвету, по фактуре и по принту. Вот, пожалуйста, на мой взгляд, нагляднейший пример, когда яркая сумка делает весь образ лучше, красивее. Очень часто мои героини поворачиваются спиной, яркую сумку не видно. Если я не успела заснять образ фронтально, возможно, вы и не поймете, что именно меня привлекло и на что я хотела обратить внимание. И еще раз хочу повториться, что это правило яркого аксессуара относится не только к яркой сумке, это может быть яркая обувь, яркий ремень, яркие перчатки. Образ стильняшки мне очень понравился, я давно так сама не носила, не одевалась, и, возможно, именно в этом сезоне вы увидите меня в чем-то подобном. Темные джинсы у меня есть, стильняшку можно купить легко в этом сезоне, белое пальто, белый пиджак, я думаю, тоже у меня найдется, как и в гардеробе у большинства из вас. Вот она, сумка-подушка, это что-то новое, что предлагает нам Макс Мара. Знаменитейшее пальто Мадам в очень красивом, нестандартном для этой модели цвете, и очень часто нестандартные цвета в классических моделях, в иконических моделях, таких как Мануэла, Мадам, а также Тедди. Это то, что потом, в конце сезона, идет на скидку. В новых коллекциях, точнее в том, как их презентует Макс Мара, удивляют обувь. Нам предлагают носить достаточно тяжелое пальто, что это значит, это пальто на подкладке из плотной ткани, как правило, это все-таки драб, и обувь совершенно для этого, казалось бы, неподходящую. Это не просто открытая обувь, это вот такие плетеные сандалии. То есть в самой фактуре обуви используется то, что ассоциируется с летом и пляжем. И даже пальто Тедди предлагают нам носить, стилизовать такую обувь. Мне кажется, это невозможно, это просто красиво, это презентабельно, но в условиях Италии это невозможно носить, потому что жарко, либо холодно ногам. Посмотрите, снова яркая сумка, насколько она дополняет, казалось бы, простой образ. Я прямо-таки призываю вас попробовать носить яркую сумку, возможно, вы влюбитесь в эту формулу. Она очень и очень простая. К любой базе из одежды, где вы использовали не более трех цветов, яркий аксессуар, это будет очень красиво. Марка Peserico, помимо того, что предлагает нам весной вот таким образом утеплиться, кстати, это тренд. Шубы в весенних коллекциях, это тренд, не знаю, он только на территории Италии, либо повсеместно, сейчас мы обсудим, посмотрим. И другим трендом являются, конечно же, бермуды. Они сохраняют популярность с прошлого года до сих пор. И посмотрите, вот такой желтый цвет. Мы его видели у Max Mara в коллекциях, и он предложен также маркой Peserico. Этот желтый очень сложно описать, он очень красиво смотрится. Все-таки, наверное, его можно отнести к тем зефирным цветам, которые в этом сезоне очень популярны. Традиционные для этой марки образы в белых оттенках, в светлых оттенках. Снова витрина Max Mara. Посмотрите, аксессуар не яркий, но отличается по цвету. Цвет, кстати, очень трендовый и зефирный, и тоже образ смотрится очень красиво. И снова нам предложено пальто Max Mara, плюс сандалии, плюс, внимание, хлопковая база. То есть, ну, совсем этот образ не носибельный при всей его красоте. Снова пальто в белом цвете Madame, знаменитейшее пальто. И новинка зимнего сезона, скорее всего, это пальто тоже станет иконическим. Выпущено к годовщине существования марки. Пальто двустороннее заслуживает внимания. Под всей его высокой стоимость оно очень интересно смотрится, и оно, повторюсь, двустороннее. То есть, его можно по-разному носить, использовать. В этом сезоне нам были предложены береты. Это уже зимняя коллекция. И вот такое пальто, а именно его длина, на мой взгляд, будет актуальна и в следующем сезоне. Цены, как вы видите, достаточно высокие. Скидка всего 20%, но это традиционно для Максмары. Хотя я помню, что Максмара все-таки начинала скидки именно в сезон распродаж с 30%. 20% это были скидки на так называемых закрытых распродажах для клиентов, которые начинаются традиционно во всех магазинах с середины декабря. Очень мне понравился этот пуховик. Я на него обратила внимание на сайте. Он тоже со скидкой. Наполнитель пух, и он двусторонний. Я его не видела ни на ком, но вот первый раз посмотрела, как он смотрится на манекене. Мне кажется, очень красиво. Опять же, два цвета. Один черный. Внутренняя часть цвета Camel. Это позволит эту вещь носить совершенно по-разному. И заслуживает внимания. Пуховик, надетый на пальто. На мой взгляд, очень красиво. Пальто мне показалось Manuela. Manuela это теплое пальто на подкладке из теплого драпа, плюс пуховик. Интересный образ для смелых, но для смелых, которые действительно совершенно точно могут не бояться холода, потому что в такой многослойности ты не замерзнешь. Следующая витрина Penny Black. Традиционные парки легкие плащи на кулиске. Они были широко представлены в прошлом сезоне у Max Mara. В этом сезоне они появились у Penny Black. Посмотрите, обувь светлая, казалось бы, не летняя, но тем не менее нам предлагают носить вот с такими легкими аутфитами. А вот платье, которое я себе купила, увидела на витрине. Это та редкая вещь, которую я примеряла при покупке, потому что носить хотела именно с высоким поясом, как было предложено на витрине. И, соответственно, поскольку высокие пояса, да и вообще пояса мне не очень подходят, мне пришлось примерить. Брюки с принтом всегда красиво, всегда эффектно. Носить можно совсем. Эти брюки очень хорошо садятся, чаще всего они на резинке. Розовое пальто заслуживает внимания у твинсет. И могу сказать, что пальто у твинсет, которые бесподкладочные, сделанные на подобие того, что предлагает Max Mara. И также, внимание, пальто у Луиза Спаньоли. Это пальто, которое я бы не рекомендовала к покупке. Посмотрите на воротник. Он даже на манекене как будто бы разваливается. Я купила себе пальто Луиза Спаньоли. Вы ни разу меня в нем не видели, я его ни разу не надевала. У него очень мягкая ткань. Это пальто смотрится плохо в носке. Когда вы примеряете, когда вы трогаете, на самом деле кажется, что это вот то знаменитое полотно. Шерсть плюс шерсть, сшитая изнутри. Но не держит форму. И это касается как раз-таки пальто, подобных бесподкладочных у марки Твинсет. И также у Луиза Спаньоли. Будьте аккуратны. В особенности этот дефект наблюдается, когда классический мужской, так называемый английский воротник. Марка Пинко предлагает, на мой взгляд, очень красивые сумки. Эти сумки в плане эстетики нравятся мне больше всего. Если выбирать между тяжелейшим люксом и самыми недорогими сумками. Я считаю, что именно то, что предлагает нам Пинко, это очень красиво. Образ, посмотрите, с резиновыми сапогами и легким летящим платьем. Это то, что в Италии очень популярно. Вот так это может смотреться в реальности. На девушке рубашка, точнее, плащ вроде рубашки. На манекене плащ вроде парки, точнее, похож на парку. Возьмите на заметку, очень красиво добавьте шляпу. Вы абсолютный стритстайлер, даже когда дождь. Обувь, которая пошла на скидку, безусловно, подобная обувь будет носиться хорошо и в следующем сезоне, не потеряет своей актуальности. Вообще у нас тренд на утепление. Шубы искусственные, скорее всего, в следующем сезоне будут яркими. Поэтому, если встретите подобную, можете задуматься о покупке. Тем более на распродаже, почему бы и нет. Сапоги Виарома сейчас вам покажу. Эти сапоги в Италии очень сложно купить со скидкой более 20%. И именно в этом сезоне на подобные сапоги большая скида. Кстати, новшеством сезона явились не просто дутые ботинки. Я о них уже говорила, которые, на мой взгляд, будут очень популярны в следующем сезоне. Но также обувь зимняя с центральной молнией. Смотрится красиво, необычно. Такого мы давно не видели. Вот, пожалуйста, пример замкнутого образа. Яркая обувь по цвету совпадает с пальто. Также прекрасный пример того, что яркие цвета очень красиво смотрятся с белым. Это может быть белая база. Это может быть просто внедренный в ансамбль белый цвет. Этот сезон, безусловно, сезон сапог. И поскольку мы все проживаем необычный период в нашей жизни, очень многие вещи просто не были раскуплены и пошли действительно на распродажи. Поэтому, если ищите свои идеальные сапоги, в этом сезоне, безусловно, их можно встретить. А на распродажах еще и купить действительно за хорошую цену. Ну что ж, и следующая вещь, на которую мне хочется обратить внимание. Не знаю, станет ли это трендом. Потому что трендом, на мой взгляд, становится лишь то, что приживается на стритстале, а именно на улице. Подиум задает некую идею. Байерам эта идея нравится или нет. Они наполняют свои магазины подобным ассортиментом. На самом деле, байеры могут не всегда соглашаться с подиумом. И на самом деле, конечный вердикт, он за покупателем. Вот если эти вещи нравятся, если они носятся, значит это тренд. А тренд очень интересный. Это тренд на шубы. В данном случае я показываю вам ассортимент магазина ГЭС, где огромное количество уже в новой коллекции искусственных шуб. При этом эти шубы, что интересно, имитируют винтажные шубы. На это тоже бы я обратила внимание. Если вы еще не обзавелись винтажной шубой из искусственного меха, либо натурального, задумайтесь о покупке. Возможно, именно летний период будет период, когда можно подобные шубы купить на соответствующих сайтах действительно недорого. Потому что этот тренд на винтажные шубы будет мега популярным. Именно в предстоящем сезоне я на это ставлю. Но пока весенняя коллекция. Кстати, посмотрите, как интересно нам предлагают носить укороченные шубы. Я уже на это обращала внимание. На стрит-стали мы подобное видели. Укороченные шубы. Как будто бы не совсем модного актуального силуэта. А поверх жакета. При этом жакет может сочетаться с брюками. Может сочетаться с юбкой, как в данном случае. Очень интересный способ. Я видела, как это может смотреться. И действительно, это интересно. Я бы сама так в ближайшее время тоже оделась. Еще одна вещь, на которую бы я обратила внимание именно на распродажах. Эта вещь очень неоднозначная. Именно кейп, либо пончо. Их сейчас тоже очень много. Они пошли на скидки. И мне кажется, они будут популярны в следующем сезоне. В силу своей необычности и своего удобства. Ну что ж, мои прекрасные зрители. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok